приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина и сегодня в ходе моей весенней недели стартов я буду начинать новый процесс в отличие от некоторых других процессов которые у меня будут начинаться этот я не уверена что будет у меня прямо заканчиваться весной начинаться будет но заканчиваться не факт потому что это игрушки новогодние игрушки на пластиковой конве от фильмы от фирмы design works и я буду я надеюсь нуждаться в ближайшие как минимум два сезона весну и лето я хотелось бы еще и осень в каких-то таких процессах ну не совсем прям дорожных в полном понимании этого слова сомневаюсь что я куда-то далеко буду в ближайшее время уезжать но в любом случае куда-то ходить так точно куда-то на природу там по Киеву куда-то перемещаться поэтому мне нужны будут будут дорожные процессы я не так давно окончательно убедилась в том что самым лучшим дорожным процессом является дорожный процесс на пластике удобно вышивать и на перфорированной бумаге и на ну потому что чаще всего на перфорированной бумаге это какие-то небольшие дизайны и на дереве тоже удобно его удобно держать его не надо никуда запяливать но мой недавний опыт показал что пластик самое милое дело в дорогу потому что если где-то что-то запачкается его можно банально постирать чего как вы понимаете с перфорированной бумагой из деревянной заготовкой и вы не сделаете поэтому я сейчас больше в дорожных процессах ориентируюсь именно на пластик значит игрушки design works 1676 у нас артикул 6 игрушек и называется у нас набор science of christmas значит что у нас здесь есть у нас здесь есть милый снеговик санта с каким-то сердечком в котором написано джой потом есть кардинал в таком скворечнике каком-то очень большом с такими маленькими елочками на котором написано happy holidays счастливых праздников потом есть рыжий кот тоже с маленькой красной птичкой шапочки потом есть прядечный человечек его верхняя часть скажем так и указатель стрелочка ангелок который тоже держит надпись джой на веревочке такую гирлянду и снеговик который держит достаточно для себя характерную надпись let it snow здесь в наборе были нитки спасибо как ни странно наборе были нитки хлопковые и 14 каунта пластиковая канва пластиковая канва здесь мы можем видеть на превью что она прозрачная то есть вот прям если присмотреться к тому же санте мы видим что край у нас абсолютно четко прозрачный в наборе лежала белая и я решил ее еще с такими видите квадратиками какими-то вот их видно чуть-чуть но я решила не менять это у нас пластиковая канва дорис что за квадрат евро как-то раньше не обращала ой тут вообще смотрите куча дырок не пробитых в виде квадратика ну будем пробивать что делать тут вот тоже это я не присматривалась откуда эти квадраты на конве вот мне кажется их хорошо видно тут вот три вот тут вот еще идут вот тоже с непробитыми дырочками ладно я думаю что это не сильно отразится на вышитых работах я собиралась этот процесс начинать осенью я его брала с собой в поездку разобрала нитки по-моему я их вот здесь то что не стирала надеюсь они линять не собираются я их разобрала кстати вот здесь они у меня подписаны просто как light blue blue и так далее мне ну я их разбирала по вот у нас схема я так понимаю что схема у нас изображает лист пластиковой канвы то есть вот у нас лист и на этом листе должны поместиться все шесть игрушек так собственно и будем наверное это все дело располагать посмотрим у меня есть магнитные рамки от волшебной страны может быть буду пользоваться ими я так понимаю чаще всего когда вот так вот идет вот такая вот раскладка на листе видите здесь прям вот одна клеточка между дизайнами то есть скорее всего она впритык и нужно очень очень аккуратно все высчитать чтобы на каком-то последнем дизайне не было такого что вам там одной клеточки не хватило и я разбирала цвета по вот этому вот ключу вот есть у нас цвета типа dark blue dark green light yellow orange и так далее вот я их так и подписала но после этого мне моя зрительница сделала перенабор на этот дизайн за что и большое спасибо она здесь как-то подбирала это понимаю рандомно на глаз номера димси поэтому мне здесь нужно будет провести еще аналогию между теперь номерами димси вот этими всеми надписями нас 20 цветов в этом наборе общее количество крестиков на весь набор 12 с половиной ну то есть не так много можно сказать так что за весну не знаю опять же я не буду куда-то гнать этот процесс потому что он еще и летом может пригодиться но три игрушки было бы неплохо вышить за весну то есть 6000 крестиков мне кажется с этим я справиться могу так у нас здесь будет раз два три четыре пять шесть цветов бокстича опять же на все шесть игрушек не так много у нас не будет блендов что неплохо три цвета французских узелков будет полукреста не будет я думаю что должно это не сложно вышиваться почему-то почему-то мне так кажется я никогда еще не вышивала вообще не вышивала дизайны от фирмы design works и на пластике в том числе никакие не на пластике не на ткани красивые нитки мне писали в комментариях во-первых мне говорили о том что до превью красивая но очень часто получается в итоге не то что на превью и я сказала об этом видео о планах на весну и мне посоветовали кстати мне посоветовали сказали что там лежат не нитки dmc здесь кстати не указано какие нитки здесь просто написано хлопковые нитки и все и мне посоветовали сверить нитки которые лежат наборе с номерами dmc которые якобы тоже в наборе должны быть но видите его только что поняла что в моем наборе нет номеров dmc у меня есть вот только такой вот перечень и все ну ладно тогда что делать положусь я на производителя вроде нитки красивые яркие я так посмотрела по красным вроде яркие вот у нас там растяжка красных цветов вроде все красивые яркие вот у нас там зеленые два это уже все с иголкой потому что опять же все уже было готово к старту вот в принципе тоже ну вот у нас да между ними резкий переход но и на превью такой резкий то есть вот у нас на шапке у кота вот эти два зеленых он и есть резкий переход мне почему-то кажется что все должно быть хорошо я очень на это надеюсь в любом случае увидимся с вами через секунду и расскажу вам о моих первых продвижениях а в конце этого видео неизвестно когда когда это видео закончится у меня для справки сегодня 6 марта может она закончится каким-нибудь летом но в любом случае она закончится кадром с шестью вышитыми новогодними игрушками снова всем привет виделись мы с вами в марте сейчас у меня уже 29 мая мне уже снимать через несколько дней итоги весны и мой весенний старт продвинулся я не планировала эту работу заканчивать за весну потому что все таки это такой удобный дорожный процесс который мне может пригодиться и летом поэтому я решила вот его продвигать брать его в работу только когда это действительно будет нужно то есть я бы не вышивала дома я его всегда только куда-то с собой брала брала я его вышивать с помощью вот такого вот станочка от норги очень удобная штука вот это вот раскручивается откручивается и по-моему на то ли 600 грамм весит то ли что-то такое в общем это мой станок который со мной просто везде и всегда это одно из самых по их наверно гениальных рукодельных приобретений и второе моё одно из самых гениальных рукодельных приобретений это вот такие вот рамочки от волшебной страны которые прекрасно сюда в этот станок вставляются зажимаются и ты прекрасно вышиваешь двумя руками ты прекрасно крепишь это все на изнанке и вот таким вот прекрасным сколько раз я сказал слова прекрасным тандемом у меня это все выступала сначала я вышивала на вот такой вот маленькой рамочке квадратный вышивала вот этого снеговика я думаю вы увидите уже но потом мне в жизни встретился кардинал кардинал был гораздо больше в эту рамочку он не влезал я думала как-то частями как-то двигать потом думаю что я мучаюсь если у меня есть еще большая рамочка и собственно я взяла вот эту вот большую рамку и уже вышивала на ней здесь видите как видите все прекрасно помещается и более того я вам наверное рассказывала что в предыдущем включении что схема здесь расположена таким образом чтобы идеально на листе поместились все игрушки поэтому я их не могу отрезать как видите если бы я в если бы я ровно вырезала кардинала до хотя бы вот одну клеточку отступив от него я бы обрезала то вот это вот эта игрушка уже бы не поместилась потому что видите она как бы залезает на кардинала такая вот история так что я судя по всему духа до последнего буду вышивать эти игрушки на этом листе посмотрим как это будет дальше происходить потому что тут уже немножко будет мешать канва вот это вот все зажимать в станке но в общем будем пробовать как-то с этим делом разбираться три игрушки у меня уже вышиты полностью крестиками но еще нет бэкстича бэкстич чем я собираюсь заняться вот прям таки сегодня я решила что неплохо будет в итогах весны показать три игрушки уже готовым как раз 50 процентов отлично на данный момент у меня в работе 38 9 почти 39 процентов вышито и да я теперь знаю проценты потому что мне моя зрительница спасибо ей огромное сделала перенабор на этот дизайн так что у меня есть возможность вышивать по электронной схеме нитки как были так они и есть и кстати тоже по моему я в предыдущем включении делилась с вами своим опасением что как-то будет не соответствовать отшив тому что мы видим на превью но на самом деле сейчас ну просто один в один даже немножко ярче в это все выглядит но нет такого что тут яркая красивая тут какая-то бледная немочь нет очень красиво получаются все игрушки этот вот санта без глаз пока этот вот кардинал с надписью и вот этот и кстати идеальный процесс для того чтобы его вышивать где-то в дороге потому что огромные участки зашивки одним цветом вот просто любо дорого взял у тебя там сто не знаю 150 крестиков одним цветом сидишь себе вышиваешь горе не знаешь только что кто хотел себе присматривал дорожный процесс на пластике отличный вариант в общем пойду сейчас делать бэкстич бэкстича здесь судя по всему будет немало я смотрю еще какой-то на кардинале на домике тут красненький какой-то бэкстич еще и квадратичный весь ну в общем да есть мне чем заняться тут в шарфике тоже мне кажется будет более чем весело французские узелки ну буду значит делать так что увидимся с вами в следующем кадре скорее всего эти три игрушки у меня уже будут полностью с бэкстичем совсем и наверное у меня уже будут нижние три посмотрим но процесс двигается снова всем привет такое вот неожиданное включение красочное с рук у нас тут бабочки шмели я надеюсь никто из них не претендует на то чтобы меня вкусить лаванду уже надо будет сейчас срезать поэтому пытаюсь запечатлеть везде где только можно в общем что у меня здесь верхние три игрушки полностью готовы вышиты со всеми французскими узелками с бэкстичем с полностью всем что должно на них быть и уже вышиты нижние три но нижние три вышиты только крестиками такой вот у нас получился котик ангел и пряничный человечек теперь по вот этой троице снизу мне нужно сделать бэкстич потом это все разрезать смотрите как они классно все поместились ну понятно что поместились производитель все просчитал теперь нужно сделать бэкстич и 3000 стежков бэкстичи надо сделать на этих нижних трех игрушках там тоже будут кстати французские узелки там 88 процентов на момент в работе сделаю это и можно будет уже оформлять я думаю сюда белый фильтр на задник и меня есть такой красно-белый шнурок такой знаете конфетный мне кажется что сюда она будет как раз то что надо так что буду приступать как это конечно все очень контрастирует знаете лаванда солнце и зимние игрушки хотя сейчас у меня по мне сегодня 9 июля и я заходила несколько дней назад в какие-то американские интернет-магазины несколько штук и там вот это вот акция идет christmas in july здравствуйте бабочка вы к лаванде ну ладно вот эта акция christmas in july когда скидки в июле то есть еще полгода до ржидества но на скидки так что узнаете вот эта старая добрая история про то что нужно готовиться они летом всегда актуально так что пошла я готовить сани летом и покажу вам уже готовые сани ну то есть игрушки финальное включение и у меня практически знаете ситуация как из анекдотов я я только поставила камеру и сосед такой время сверлить ой господи смех и грех в общем встречались мы с вами в начале этого видео когда я сказала очень забавную фразу у меня сегодня там какое-то марта а финал этого видео возможно будет аж каким-нибудь летом или аж где-нибудь летом что-то такое я сказала знаете лето тогда казалось каким-то таким далеким и фактически нереальным но в общем сегодня у меня 15 июля и этот процесс готов да собственно вот такой вот у нас был набор и давайте я вам покажу что у нас в итоге получилось я оформила все игрушки оформила я кстати вот такими вот шнурками я сначала думала использовать только белокрасный потом вспомнила что есть еще белый зеленый думаю надо как-то их соединить я посмотрела для какой игрушки какой больше подходит и в общем поделила шнурочки у меня с алиэкспресс тогда снеговик вот такой вот получился снеговики в предыдущем кадре не очень вам их подробно показала вы же их еще с бэкстичем не видели в общем здесь у нас шнурок зеленый белым фетром закрыла это все с обратной стороны вот такой вот симпатичный снеговик потом они мне немножко в разброс котенок с птичкой тоже кстати с зелененьким кардинал наверное самая большая игрушка которая была такой вот симпатичный кардинал здесь конечно же красно-белый просто здесь как родился этот шнурок здесь у нас такой же точный элемент красно-белый красивые так потом у нас ангел с надписью joy тут конечно бэкстич делать на платье это было что-то с чем-то но но я справилась но тут легко было запутаться скажем так так влезайте пряничный человечек со стрелочкой щебе он спайс и если честно случайно но остался мой самый любимый это вот такой вот не знаю почему но он мне нравится больше всего это сантас опять же с надписью joy мне здесь больше всего если честно нравится вот этот вот элемент на шапочке видите французские узелки красные как ягодки на шапочки и на манжетах на рукавах очень красиво получилось все французские узелки я крутила в скажем так на свое усмотрение то есть сколько мне казалось оборотов будет красиво столько и крутила так что то у нас тут двигается с вами солнце зачем это все знаете в летних съемках есть свои плюсы есть свои минусы здесь уже есть солнце и жара но есть машины и сосед с дрелью но я могу сказать что этот процесс оправдал все мои ожидания он отлично мне послужил весь мой весной весной и летом я вышивала его исключительно только где-то когда у меня не было возможности вышивать свою какую-то большую работу которая у меня дома на стационарном большом станке на большой раме я брала этот набор и это действительно получился идеальный дорожный процесс как я и говорила вам перед этим как я предполагала большие участки зашивки одним цветом простая схема яркие цвета кстати абсолютно меня устраивает результат который получился такой же он получился точно как на обложке нигде нас производитель не обманул и до момента моей встречи с вот этим набором я если честно никогда особо глазом не цеплялась за игрушки от design works я их видела они мне иногда попадались особенно знаете вот эти самые популярные такие с по-моему там снеговички в таких голубых чашках и там их по-моему тоже 6 штук разных там кто-то в чашке с какао там что-то такое и да я их видела но как-то чтобы у меня прямо не приводили в дикий восторг чтобы я как-то знаете копала в ту сторону смотрела какой там еще есть ассортимент так нет а после того как я увидела этот набор я увидела еще два набора тоже вот design works которые мне нравятся с новогодними игрушками так что но их мне кажется даже сейчас не купить хотя надо будет это проверить в общем буду теперь смотреть в том направлении потому что вот такой вот у меня был первый опыт и первый опыт я вам хочу сказать был всецело положительный на этом я думаю что мы с вами будем эту историю заканчивать не ожидала я в начале видео что это все закончится летом хотя стоило предполагать но ай превью уже куда-то улетела в изумрудный город ну ничего сейчас буду ловить на этом все спасибо всем огромное за внимание удачи вам творческих успехов берегите себя пока